Танцы на льду можно увидеть не только по телевизору, но и вживую. Сегодня вместо именитых звезд обычные череповецкие школьники. Кто-то из них на коньках стоит уже несколько лет, а кто-то первую неделю. Но это не мешает им танцевать ламбаду. Ой, какой красивый темп, молодец! Посмотрите, ребята! Нам безумно приятно и, в общем-то, мы рады поучаствовать в таком веселом празднике, который вот сегодня у нас уже стартовал, сегодня будет здесь, на этой прекрасной хоккейной коробке, которая построена в 2016 году. Танцы – это только разминка. Впереди серьезная борьба между лисичками, белочками и зайчиками. Именно такие названия присвоили командам из пятой школы. А вот и первая эстафета. С клюшкой в руках мальчишки и девчонки на несколько минут превратились в настоящих хоккеистов. И, как ни странно, девчонки с этой ролью справились лучше. Излишняя самоуверенность подвела ребят и в следующем конкурсе. Прокатить большое колесо оказалось не так-то просто. Школьницы решили поддержать своих одноклассников. Илья! 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 Активно за своих учеников болели и педагоги. И, как в настоящем спорте, такая поддержка придала командам уверенности. А сложно выполнять вот такие трюки на коньках? Ну, нет. Обычно, ну, кому как. А тебе? Мне так. Ну, где-то легко, где-то сложно мне. По итогам четырех конкурсов победу одержали лисички из пятого А. Но и другие не расстроились. Подарки получили все. Ребята, которые следили за соревнованием со стороны, тоже захотели научиться рассекать лед. По словам организаторов, это намного лучше, чем сидеть дома за компьютером. Кроме того, на таких площадках очень просто найти новых друзей. Татьяна Жданова, Анатолий Холин. Новости.